Люди сдавна верыли у незвычайной оздольности Бога Маланки и Грому Перуна. Его просили, как послал чаканы дождь, как не побил сбожены градом. Як тольки ранее весной Перу, отмыкая своим золотым ключом небо, где его падая дождь и сеется роса, якея личатся небесными слезами. Выкликая в этой слезы Перунова Кветка, плакун трава, что у народе называется слезником. Люди верыли, что Кветка и корень слезника болотаются магичной силой. Такими ж уластивостями белорусы сдауна наделяют шаровную папороть Кветку. Перун – боявничий и грозный бог, справедливый оборонца покрынжаных. Ростуен высокого, мая дужая тела, черные волосы, золотую бороду, якая гоняя по свете ветер. Перун ездить по небе на вогненной коляснице, запрежанной крылатыми рысаками, пиль насочить за парадками по небесе и на земле. У правой руце он трымая велизарный лук и кинагадывая разнокаляровую веселку. З одного боку писить мешок с вогненными стрелами-маланками, с другого – с кураная торба, с сякерами. Характер у Перуна запальчивый. Кали разлуеца бородатый великан, починая кидать на землю свои страшные сякеры. За глушальным треском летят яны празгусе шесть небесов, выкрасают маланки и искры, хмары проливаются тады дажжу. Сякера урежатся у поля, земля сдрыганеца, выбух нестекальным рэхом прокотится по полях и лесах. Кали пашанцуя кому-нибудь знайсти Перунову сякеру, то на все жице счастливым станет. Люди боялися ваяў ничасти Перуна, алей шановали яго. Найперш за тое, што обороняў добро и караў зло. Перуна молили аб тым, каб не наслаў на земельку беды. Батьки ставили яго упрыклад малым, каб никога и ничог не боялися. Перуном палохалі недобрых людзей, каб не рабілі шкоды. Земляробы заўсёды з нетерпэнням чакалі першага весеннега грому, якім Перун адмыкаў землю. Пасля гэтага можна було пачынаць працу ў полі. Иснавала паверье, што падчас першага грому варта пакачацца па землі, каб не прыставалі ніякі хваробы. Панаваў Перун найбольш лета. А калі на землю прыходзі ў бок холаду зюзя, Перун з'яжжаў на сёмая неба, але часам вартаўся ў ранейшыя ўладанні і зімой. Страшными былі тады яго вогніныя стрэлы, шмат бяды прыносілі. Сімвалам Перуна здаўна лічывся конь, выяву якога людзі выразалі на налічніках сваіх хат для застярогі ад злога, а яшчэ верылі, што Перун любіць буслоў. Тамо ў той дом, каля якога ёць бусліныя гняздо, не б'я маланка. Беларусы называлі ў гонар Перуна розныя містіны, да гэтуль захаваліся на нашай земні Перунова гора, Перунова поля, Перунов дуб, Перун камінь.